31 глава 35 стих. Так говорит Господь, который дал солнце для освещения днем, уставы, луне и звездам для освещения ночью, которые возмущают море, так что волны его ревут, Господь Савор имеем. Если эти уставы перестанут действовать передо мной, говорит Господь, то и племя Израилева перестанет быть народом передо мной навсегда. Здесь не говорится о духовных потомках Авраама. Правда? Здесь говорится только о физических потомках. Племя Авраама, племя Израилева перестанет быть народом передо мной. Народом, которому мое особое внимание, моим народом навсегда. Что значит навсегда в этом комплексе? Как вы думаете? Ну, а почему оно здесь появляется? Потому что были периоды в истории Израиля, когда глубокое, сильное отступление Божьего народа приводило к тому, что на него изливался гнев Божий. Глубокое отвержение Божьей любви доводило Божий народ до такого состояния, что, глядя со стороны, можно было сказать о нем, луами, не народ, не Божий народ. Они вели себя, как мне, Божий народ. И они не давали Божьей любви проявляться в среде себя, не давали Божьим благословениям проявляться в среде себя, не давали Богу показывать им и другим народам, что Бог остается их Богом. И что для Бога они остаются Божьим народом. Но Бог говорит, даже такие тяжелейшие периоды в истории моего народа будут только временными. Потому что все равно, поскольку Вселенная стоит, и физические законы в этом мире действуют, постольку мой народ будет оставаться моим народом. И даже если я говорю, что я отверг его, я могу отвергнуть каких-то отдельных израильтян, я могу отвергнуть какие-то группы израильтян, я могу отвергнуть большинство определенного поколения израильтян или нескольких поколений, большинство, подчеркиваю. Но я никогда не отвергну весь народ в совокупность израильтян, живущих в разные времена. Я не отвергаю следующее поколение. И я призываю каждое следующее поколение вернуться ко мне. Только они могут отвергнуть себя от меня, когда отвергают меня. Но даже если они это делают, я на разные лады призываю их. И даже если это очередное поколение остается в упрямом неверии и бунте против моей любви, я уже смотрю на следующее поколение и уже делаю все, чтобы опротить к себе следующее. Вот, собственно, что это значит. Так, если и прадко сказать. 37 стих. Так говорит Господь, если небо может быть измерено вверху основания земли, исследованной внизу, то и я отвергну все племя Израилева за все то, что они делали, говорит Господь. Многие говорят, ну, а тут же наука так же была. Понятно, что небо еще не может быть измерено. И все измерения приводят к тому, что когда говорят о величине Вселенной, то на самом деле строгие ученые говорят, конечно же, вы понимаете, что мы имеем в виду только ту часть Вселенной, которая доступна нашим средствам. Но обыватель часто говорит, о, уже Вселенную измерили, брехни. Говорят, вот мы знаем, что там у нас в земле, что там основания, до сих пор серьезные ученые спорят, что же там дальше в глубине земли. Никто точно не знает. Вот. Таким образом, совершенно определенно и четко говорится, Израиль, как народ, проходящий через историю, не будет отвергнут никогда. навсегда он народ избранный. Божий. Есть. С этим понятно, да? Таким образом, это воля Божия, а не воля человечества. Это решение Бога. Это его суверенное дело. сохранить свой народ навеки и, несмотря на отступление масс израильтян, восстановить его в последнее время. И все пророки говорят о великом восстановлении последнего времени. Какого пророка вы не найдете, даже жившего в самые страшные времена и пророчествовавшего наказание, поражение, проклятие, гибель, рассеяние, позор своему народу, все равно они завершают эти страшные пророчества великими пророчествами благодеяний, благословений и восстановление израильтян. Таким образом, Бог ясным образом, независимо от людей, сказал, что Он это сделал. Вопрос стоит только в том, когда Он это сделает и как Он это сделает, и Бог сообщает определенные условия этого. Мало того, Бог говорит о том, что судьба народов земли связана с судьбой Израиля. Судьба народов земли связана с судьбой Израиля. после возникновения еврейского народа она была связана. И она всегда связана. А в конце времен будет связана еще сильнее. но самое любопытное, что оказывается до возникновения еврейского народа судьба народов земли была связана с судьбой народа Израиля. Аврааму клялся, что в нем благословятся все народы. Скажите, пожалуйста, находим ли мы в Библии какого-то другого человека из другого народа, великого царя, великого может быть пророка Валаама. Валаам был великим пророком, кстати. великого праведника Иова, которому было бы сказано что-то подобное Авраам, что в тебе благословятся все народы. Нет. Или хотя бы многие народы. Нет. Так получается. Конечно, были родоначальники таких, как Измаил, некоторых народов. Но на самом деле, когда мы читаем и видим, что вот такое обетование невероятное дано одному Аврааму. Хорошо. Еще какие-то местописания. Спасение от Иудеев. 4 глава Иоанна. Спасение от Иудеев. Хорошо. Хорошо. Это интересно. Это интересно. Таким образом, Господь сделал сделал то, что спасение, вечное спасение всех народов он обусловил спасением своего народа. Он сделал так, что ни один народ земли не мог бы сказать спасением пришло к нам помимо людей. Не через еврейский народ. Ох, с его пши. Вот это дело. Ай-я-яй, как же так, что такое. Но это выбор Божьей любви. И не только Божьей любви к евреям, но Божьей любви ко всем народу. Потому что таким образом Бог помогает народам преодолеть страшный грех гордыни. Из двух сделать одно. Само вообще разделение всех людей на две основные категории, которые проходят через всю Библию, не только через Танах, но и через Новый Завет. Евреи и остальные народы. И это же разделение проходит и через Новый Завет. Говорит об особой уникальной роли еврейского народа в истории всего человечества. Согласен. Из двоих сделать соединение в едином теле мессии двух главных составляющих всего человечества. Иудеев он сделал Израиль светочем среди всех народов. И если этот светочь на какое-то время был затухший, Бог пообещал, что в конце времен он разожжет светильник Израиля. И он снова будет сиять для всех народов. И все народы увидят славу Божью в славе Израиля. Потрясающе. Совершенно определенный. 62 глава Исаии. Правильно? Исаия 49 6 Хорошо. Пожалуйста. Друзья мои, вы помните, я говорил о том, что Бог сделал судьбы народов зависящим от судеб Израиля на все времена. И даже что он сделал это до возникновения Израиля. до возникновения еврейского народа. Пожалуйста, найдите это место. Можно не сейчас. Можно домашнее забыть. А в последние времена действительно Бог особенным образом раскроет эту связь. И то время, когда Израиль был как в тени как бы народы могли сказать, что он нужен не народ Божий и внешними фактами доказывать это. Это время проходит на наших глазах. И на наших глазах мы видим, как Господь возвращается в свой народ Израиль. мы живем в начале того времени, которым сейчас некоторые из вас считали из Библии, когда Господь восстанавливает свой народ, восстанавливает славу Израиля и будет распространять эту славу на все народы и будет приводить к этой славе другие народы, как у Саня сказано. Дома вы ищите местописание на эту тему. Я вам сейчас уже ничего читать не буду на эту тему. На самом деле он также восстанавливает оригинальный мессианский иудаизм. Это не значит, что он разрушает христианство. Это не значит, что он восстанавливает мессианский иудаизм с тем, чтобы все верующие стали мессианскими иудеями, как они первоначально были. Первое поколение верующих. Это не значит, что все народы, желающие ходить путями Бога, должны будут войти в народ Израиля. это не так. Если мы с вами прочтем пророчество, касающееся последних времен, в частности, то пророчество из Захарии, которое здесь считалось, например, из цитировался самый знаменитый 23 стих. Но на самом деле весь этот покрыт начинается с 20. Захария 8.20. Так говорит Господь Саваок, еще будут приходить народы и жители многих городов. И пойдут жители одного города к жителям другого и скажут, пойдем молиться лицу Господа и взыщем Господа Саваок, Адональд Саваок. И каждый скажет, пойду я. И будут приходить многие племена и сильные народы, чтобы взыскать Господа Саваота в Иерусалиме и помолиться лицу Господа. Так говорит Господь Саваок, будет в те дни возьмутся 10 человек из всех разноязычных народов. Возьмутся за полу иудеи и будут говорить, мы пойдем с тобой, мы слышали, что с вами Бог. Скажите, пожалуйста, народы здесь сохраняются, племена сохраняются или все становятся сплошь иудеями, все народы вливаются в Израиль. Сохраняются, конечно. Они будут соединяться с мессианским Израилем. Они будут соединяться с восстановленным поклонением Богу Израиля народом Израиля. Они будут смотреть на него как на такой народ, который показывает им прямой путь к единому Богу. Но при этом они будут оставаться представителями тех народов, которых они родились. Вы понимаете они не будут приходить в землю Израиля со словами мы тоже евреи потеснились. Они будут приходить на поклонение и потом ходить силу. Об этом же говорит и пророчество в 14 главе Закады. 16 стиха. Затем все остальные всех народов приходивших против Иерусалима будут приходить из года в год для поклонения царю Господу Саваоху и для празднования праздника кучи. И будет если какой из племен земных не пойдет в Иерусалим для поклонения царю Господу Саваоху то не будет дождя. И если племя египетское не поднимется то постигнет его поражение каким поразит Господь народы что народы не становящиеся иудеями нет народы не приходящие праздновать еврейского мессианского праздника кучи понимаете друзья то есть не будет такого что еврейский народ будет единственным народом в котором люди смогут спасаться спасение будет открыто для всех народов и целые народы будут спасаться индивидуальное спасение будет открыто для всех народов величие пробуждение этого последнего времени и затем преображение человечества будет таким что целые народы будут поклоняться единому Богу Израилю Израиль поднимется высоко это будет уже не нынешний Израиль это будет сияющий мессианский остаток к нему будут прибегать народы но они будут оставаться народами почему это так важно ну видно что здесь говорится вообще о необходимости прийти только на определенное время в Иерусалим если в 8 главе там можно еще что-то додумывать то здесь нельзя придумывать ничего здесь говорится о паломничестве народов на определенное время вот и мы понимаем что вряд ли идет речь о паломничестве всех народов целиком так же как не шла речь о паломничестве всего Израиля в Иерусалим хотя есть места где говорится что весь Израиль собирался ясно что не весь но представители всех частей Израиля и всех родов Израиля и считалось что желательно представителям всех семей нечто подобное в отношении народа представители там по-другому и не поместилось это говорит вот о чем что восстановление мессианского иудаизма не разрушает христианскую церковь но восстановление мессианского иудаизма это не только для евреев восстановление мессианского иудаизма это для всей церкви Божией, для всего тела Мессии и так или иначе для всех народов. Прочти, пожалуйста, еще раз Исайя 49,6. И он сказал, «Мало того, что ты любишь облома и для восстановления Коэн-Яковлевых и для возвращения остатков к Израилю, но я сделаю тебя светом народа, чтобы спасение моё не прострелось до концов земли». О! О! Друзья мои, оказывается, спасение, которое охватит, прострется. До концов земли охватит всю землю. Спасение, когда Ишуа засияет, как свет, абсолютно всем народам, внутри всех народов, напрямую связано с восстановлением остатка Иакова. здесь ясно об этом говорится, правда? Здесь ясно говорится. если мы посмотрим с пятого стиха, «И ныне говорит Господь, образовавший меня чрево и раба себе, чтобы обратить к нему Иакова, и чтобы Израиль собрался к нему». Ещё раз, «Ныне говорит Господь, образовавший меня чрево, в раба себе, чтобы обратить к нему Иакова, и чтобы Израиль собрался к нему». То есть всегда первый интерес Мессии возвращение народа Божьего к своему Богу. Собирание Израиля первый интерес Мессии не в земле Израиля, это тоже часть обетования и важная, но никогда не первостепенная, а собирание Израиля к Господу. Не собирание Израиля в землю, а собирание Израиля к Господу. Алия не физически географическая, а алия духовная. Всегда это первый интерес самого Мессии. Всегда это было первой целью Отца для Него. А, вот оно что. Ну ясно, но вообще непонятно, как это народы пойдут в Иерусалим, если сам еврейский народ еще в своем большинстве не пришел к Богу, правда? Как это 10 человек из всех разноязычных народов ухватят за полу одного иудея, если подавляющее большинство иудеев еще толком не знают своего Господа. Правильно, да? Что-то интересное, правда? Получается как бы что-то ясно, что что-то должно произойти с самим Израилем, чтобы исполнились пророчества от других народов. Да? Итак, мы с вами останавливались на Исаии 49.6, да? Говорили об этом. Говорили о том, что всегда цель Господа вернуть, снова собрать в себе свой народ, и что достижение этой цели принесет особый свет всем народам. Особый свет всем народам. Согласно Писанию, скажите, пожалуйста, я еще раз хочу проанализировать кратко с вами шестой стих. Вот такое выражение. Мало того, что ты будешь рабом моим для восстановления колен Иаков, и для возвращения остатков израилем, но я сделаю тебя светом народом, чтобы спасение мое распростерлось до концов земли. Такое построение фразы может предполагать вариант, когда я сделаю тебя светом народом, чтобы спасение мое распростерлось до концов земли, но восстановление колен Иаковлева и возвращение остатков израиля ты не послужишь. Такое вообще может быть по грамматике? Конечно, нет. Если говорится, мало того, что я сделаю через себя вот это, я еще сделаю и то-то и то-то. То есть в начале всегда то, что обозначается словами. Мало того, что я то есть опять-таки мы видим невозможно, чтобы в полной мере спасение Господне распростерлось до концов земли и чтобы он сделался светом всех народов, пока не произойдет некоего восстановления колен израилевых и возвращения остатков израиля. Как написано в пятом стихе. Говорит Господь образовавший меня чрево в раба себе, чтобы обратить к нему Якова и чтобы Израиль собрался к нему. Ясно еще раз говорю, что здесь в первую очередь говорится о спасении еврейского народа. Здесь в первую очередь говорится о духовном восстановлении еврейского народа. Здесь в первую очередь говорится о духовной Алии Израиля, о восхождении их к своему Богу через своего Мессии. Без этого не произойдет великого пробуждения последнего времени. Без этого свет еще не сможет стать светом всех народов. И, дорогие, вы сможете еще найти места Писания на эту тему, если захотите. Я просто прочту некоторые из них из того же пророка, пророка Исаии. Это великий мессианский пророк и пророк великого восстановления. Вы у него можете найти совершенно новозаветное пророчество. Просто потрясающе. Иссалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобой. Ибо вот тьма покроет землю и мрак народы. А над тобой воссияет Господь. И слава Его явится над тобой. И придут народы к свету твоему. Свет твоему здесь народ Израиля. Понимаете? Свет народа Израиля. И цари к восходящему над тобою сиянь. Да, это вполне конкретное местописание, которое говорит о том, что в тяжелые последние времена, когда тьма покроет народы, над народом Израиля, действительно, воссияет свет. Здесь вставлено в первом стихе Иерусалим, но это может быть и Иерусалим, а может быть и народ Израиля. По тексту, когда мы тут внимательно посмотрим, для меня, с моей точки зрения, народ Израиля более предпочтительное полкование. Ну и Иерусалим нормально, как духовный центр народа. Так что, это явно, это конкретное обетование, что в конце времен, когда будет тьма покрывать землю и мрак народу, и понятно, что здесь вряд ли, в первую очередь, говорится о физической тьме, говорится, прежде всего, о духовной тьме, правда? Именно над народом Израиля воссияет Божий свет, и народы будут стремиться к этому свету. Они будут приходить ко свету, но как они будут приходить ко свету? Приходя к Израилу. Это, так или иначе, мы можем сравнить это место с пророчеством Захария. Но для этого над народом Израиля должен воссиять свет. Правда? И ясно, что это не говорится о времени тысячелетнего царства. Тогда никакой тьмы не будет, никакого мрака. Говорится о времени до этого. До этого. То есть, это тот период времени, в котором мы уже с вами живем. Хорошо. Хорошо. В этой же главе есть еще и другие стихи. Начиная с четвертой, пятой. Там говорится о богатстве. А потом, интересный девятый. А еще более интересный десятый. А дальше, вообще потрясающе интересные они у меня тут. Для сейчас подчеркнутые, или для завтра, одиннадцатый и двенадцатый. Но здесь особенно говорится вот о чем. О том, что не просто спасение к народам, не просто пробуждение в народы будет приходить через Израиль. Через спасенный Израиль. Здесь будет говориться так же, что и достояние народов будет приносимо к Израилу. В частности, материально. И здесь будет, здесь говорится о том, что народы будут служить Израилу. А возможно, это в новозаветном контексте только в одном случае. Если Израиль начнет выполнять функции Божьих священников. Если Израиль наконец станет тем, кем он никогда не был. Народом светильников для народа. Народом священников Божьих. И как вы знаете, и в Торе, и дальше, и в Новом Завете предписано, чтобы наставляемые в слове делились всяким добром с наставляющим. И тогда, тогда, друзья, понятно это пророчество. Здесь не идет речь о том, что Израиль станет страшной военной силой и будет порабощать народы. Да и как. Здесь не полслова об этом и не говорится. Здесь говорится, что именно сияние Божьей славы, свет Божьей истины над Израилем будет привлекать народ. И поэтому они будут приходить. Да, здесь уже действительно о Иерусалиме говорится. Пятнадцатый стих потрясающий. Шестнадцатый удивительный. Здесь что-то удивительное, конечно. Но дальше это уже переход к описанию мессианской эры. Во времена апостольской мессианской общины. Именно вы помните, послание к Ефесянам, вторая глава, что не Израиль присоединился к верующим язычникам. И не Израиль, и язычники просто сошлись где-то на нейтральной территории в одну. Но уверовавшие язычники прилиплялись к дому Израиля. Но на самом деле это началось и потом было прервано. Это началось и потом было прервано с двух сторон. Со стороны раввинов и подчинившихся им большинства иудеев. И со стороны оторвавшейся от еврейских корней традиционной церкви. Но это будет осуществлено полностью. Просто отметьте себе, эти пророчества, которые начали исполняться и были как бы остановлены на полпути или даже раньше. Те пророчества о восстановлении Израиля и соединении с ним всех народов. Те пророчества, которые давались через многих пророков и многие века о великом последнем восстановлении, о полноте тела Мессии, которые начали исполняться и потом как бы были оборваны. Они были оборваны только на время. И мы с вами живем в то время, когда эти пророчества возобновляются к исполнению. И второй стихи возьмут их народы и приведут на место их. И дом Израиля усвоит их себе на земле Господней рабами и рабынями и возьмет в плен принявших его. Если вы поймете, что здесь речь идет о здесь речь идет в духовном смысле, то тогда становится ясно это пророчество. Смотрите, это пророчество никогда еще не начинало исполниться. Никогда народы не брали рассеянный Израиль с тем, чтобы привести израильтя на их место до 20 века. Никогда раньше. В 20 веке это начало происходить. Но вторая часть пророчества второго стиха никогда еще не исполнялась. то есть дом Израиль и на данное время никогда не усваивал на земле Господней народы рабами и рабынями и не брал в плен пленивших его. Не господство над угнетателями своими. Но это будет. И в каком смысле? Когда Израиль станет новозаветним Израилем. Когда Израиль перестанет добиваться в первую очередь материальных и физических целей. Но откроется для Божьей бескорыстной любви и не только возлюбит Господа и не только будет стараться любить ближнего еврея. Но возлюбит Господа и в нем всякого человека и каждый народ. Тогда представители тех народов, которые угнетали Израиль, они будут служить этому обновленному Израилю, обновленному еврейскому народу. Они будут помощниками им в совершении вселенского священодействия, в распространении света на все народы. и евреи, которые были в загоне даже в церкви, поднимутся согласно этому и ряду других пророчеств. В частности, тому, которое мы только что читали из из какой главы? Из 60-й главы. Эти мессианские евреи, они будут направлять служение христиан из других народов. я предлагаю вам по-другому истолковать подобные стыжи. Предлагаю вам истолковать их буквально. Вы увидите, что это глупость получается. Буквально, что евреи будут господствовать, будут порабощать, ну, во времена Нового Завета, ну, это глупо. Просто понятно, что Бог такого делать не будет. с другой стороны, если он не будет это делать буквально и не будет делать духовно, значит, эти пророчества останутся неисполнены. Может такое быть? Может Бог дать абсолютные пророчества, безусловные, через своих пророков, своей Библии, и те, и другие из них, да еще повторенные неоднократно, просто никогда не исполниться? Может. Значит, нам остается только нормальная духовная истолкование. Я не претендую, что я вам дал точное духовное истолкование, но примерный принцип, примерное направление понятно, да? Вот. И то, что то, что мы до этого с вами читали, и то, что мы сейчас прочитали, это очень важно. Дорогие мои, давайте мы с вами откроем Деяние апостола в третью главу. Вы отметили себе про пророчества, которые начали исполняться в свое время, но потом как бы были приостановлены. Теперь читаем Деяние апостолов третью главу. есть очень интересное событие, мы сегодня упоминали его, ну, шли себе два апостола в храм Иерусалимский, час молитвы девятой. Почему мы уже знаем с вами, потому что в это время, почему вообще была молитва, молитва была сопровождающим, вспомогательным священнодействием во время регулярных жертвоприношений. При этом не только молитва была сопровождающим священнодействием, но и игра и пение левитов. Ну, не всегда там была игра и пение левитов, но часто. Итак, то есть совершалось жертвоприношение, левиты пели играли в музыкальных инструментах, воздавали хвалу Богу, а многие другие евреи в это время молились. И они проходили мимо храморожденного, которого уже многие годы, даже десятилетия приносили, сажали у красивых ворот храма. Красный это в старославянском понимании имеется в виду красивый или прекрасный ворот название. И он просил милости. Мы это все знаем, да? Мы видим инвалидов, которых сажают часто некоторые цыгане. Мы видим, как используют этих бедолаг инвалидов для того, чтобы вызывать жалость и собирать деньги, которые в основном потом у них отбираются. Кто его знает, может быть, у него также отбирались, потому что написано, что его сюда приносили и сажали. Может, это были его компаньоны, но во всяком случае он увидев Петра и Иоанна перед входом в храм, стал просить у них милости. Ну, я думаю, что они уже неоднократно ему давали. И он знал, что это действительно добрые люди, которые любят всех. Он знал, что эти простые евреи, они не совсем простые. Он, наверное, видел их с этим необычным человеком, которого считали миссией, распили. И потом шли разговоры о том, что этот человек Ешёву воскресе вообще он не просто человек. Он действительно истинный Машеах и сам Господь славал. И он, поэтому, может быть, снова просил у них милостных, не боясь, что они его отвергнут, а они, смотревшись в него, что-то увидели. Они смотрели в него, и Пётр ему говорит. Друзья мои, то, что написано в четвёртом стихе, это продолжение того, что описано в первой главе Деяния апостола. Когда все были единодушно вместе, внезапно послышался шум, как отнесущего свет, и огненные языки сошли на всех нападившихся в городе. И Дух Божий исполнил всех. И началось великое пробуждение Шавуа от Попелизора. Так? Смотрите, это единство продолжалось и усиливалось. Они идут на молитвы и они действуют как один человек. И именно такие единые действия Божьих слуг дают возможность Богу сверхъестественно использовать их на всяком месте. Даже тогда, когда они были не готовы и не собирались и не планировали. И то, что они сосредоточены в Боге и единый в этом Божьем сосредоточении позволяло Бога в любой момент их останавливать и показывать им то, что нужно. Это же условие для нас.